9 мая, когда вся страна праздновала День Победы, в семье, где произошло ЧП, тоже был праздник. После развода и долгой разлуки супруга наконец решила вернуться к бывшему мужу. Встречу, как водится, сели отпраздновать. Но три дня веселья то и дело омрачались звонками на телефон погибшей. И хозяин квартиры начал понимать, что перевес явно не в его пользу. Он услышал телефонный разговор своей супруги с неким неизвестным мужчиной ему, которому она и обещала, собственно говоря, уйти от своего мужа, бывшего так, к нему. Ей постоянно кто-то назвал на телефон. Я слышал разговор. Она разговаривала со своим мужчиной, с которым проживает сейчас, в данный момент. И услышал. Судя по разговору, понял, что он ее звал домой. Вечером 11 мая телефон зазвонил снова. Из обрывка разговора задержанный сделал вывод, что стоит ему уйти на работу, как вся любовь закончится, а дома сердца уйдет к сопернику. Причем бывшего мужа погибшей уверяла абсолютно в обратном. Просто я у нее спросил, с кем ты будешь жить, с кем ты остаешься. Или же ты остаешься у меня, или же уходишь к нему. Она говорит, все, я остаюсь с тобой. Она приехала с котом, забрала кота. Когда кот и хозяйка мирно заснули, разгневанный бывший муж отправился на кухню за орудием мести. Кухонным ножом он нанес всего один удар и, похоже, не ожидал, что возлюбленная уже никогда не проснется. Свою вину ревнивец признал и в преступлении раскаялся. Один неверный поступок стоил и дамы сердца, и свободы.